А всем привет с канала Брим Тим, и у нас сегодня дождь за окном, и я решил снять видеоролик «Три рецепта для улучшения качества и работы своей припормки». Хочу сразу обратить внимание, на фоне у нас ставится «Настя Здрасте», который скоро мы будем тестировать, так как все уже знакомые рыболовы скинули отчеты, а мы только добрались до них. Про это позднее, это просто для фона, для видов. Прикром работает тем лучше, чем он или проще, или чем больше он содержит естественных компонентов в своем составе. То есть, если мы намешаем всякой бурды, причем вонючие, сладкие, не церемонясь, не выбирая вкусы, мы этим только нарушим такой вкусовой баланс и отпугнем рыбу. Но рыба приплывает, если там есть кормовой след того, чем она питается в реальной жизни. Это гомарус, который в пресноводных реках водится, такая пресноводная креветка, продается вот таким сушеным для кормления черепах и рыбок в аквариуме. Далее, это опарыш и мотыль. Мотыль можно для этого рецепта использовать либо живой, либо замороженный, в моем случае. Пока что для вот этих рецептов у нас кипятится чайник. Я вам подробно расскажу, конечно, про все, но изначально мы перейдем к гомарусу. Значит, первый рецепт. Рецепт такого пресноводного криля. Криль, наверное, вот скину вот сюда, куда-то, сфотографию. Это молотая атлантическая креветка, которая дает бешеный вкус и пыль в прикорме. Так криль, допустим, людям из небольших городов найти крайне сложно, либо его нужно заказывать. Но можно сделать такой пресноводный бюджетный криль, который работает, ну, не как оригинальный, конечно, но добавляет своей эффективности. Для этого мы берем баночку, она уже, кстати, у нас тут под криль специальная. Запах очень какой-то. Представьте, если, я не знаю, ну, вот перемолоть креветку, то есть, такой запах креветки. Далее, покупаем криль. Можно купить хоть 500 таких пакетов и сделать себе ведро 20-литровое. Пакетик стоит 15 рублей, может, где-то даже дешевле найдете. Берем блендер. Желательно не спрашиваю у своей жены, либо у родителей, потому что заменится несообразное использование кухонной техники, можно получить. Далее, высыпаем его. Можно добавлять и не перемолотый, то есть, вы можете в ведро с кормом высыпать этот пакетик, но он очень легкий, он будет всплывать, он не будет на дне у кормового пятна. Далее, высыпаем, и наша цель, как можно мельче его перетереть в пыль. Сейчас я это все покажу, думаю, вам будет не особо приятно слышать вот этот звук. Поэтому я вставлю музыку. Слушаем и смотрим. Слушаем и смотрим. Мы перемололи, достаточно, кстати, сделали пыль. Запах просто бешеный, превратилась вот в такую пыль. И теперь это нам нужно пересыпать всего лишь в емкость, в которой нам это будет удобнее носить на рыбалке. Можно, конечно, купить, перемолоть сразу, допустим, если вы храните сухие смеси замешанными, сразу можно накидать в смесь. Это уже кому как удобнее. Вот с двух пакетиков у нас получилось, на свет видно, чуть больше, чем половина банки. Цена вот этому 30 рублей. Я не особо так скуплюсь на то, чтобы сыпать в прикром. Этого хватает на 5 килограмм. То есть вот такого мне хватит на 5 вот таких пакетов. Считаю, довольно-таки это бюджетно и практично. И самое главное, это работает. Большинство отчетов, которые мы уже скидывали в нашу группу, в наш инстаграм, на которые будет ссылка в описании, мы используем вот такой вот домашний криль, так скажем. А сейчас я уберу блендер, чтобы он вам не мешал просмотру. И приступим к следующему рецепту. Далее у нас идет, наверное, рецепт таких вещей, как Maggot and Woodworm Animals Liquid. Для тех, кто не понял, что я сказал, у компании Minyanco есть жидкий корм. Вот его фотография. Это настойки, так скажем, если простым языком, на мотыле и на опалыши, которые добавляются в прикорм и тем самым делают большую калорийность и большую питательность. Но и тем самым более, так скажем, привлекательный след для рыбы. Для этого мы берем рыболовную кастрюлю, которая должна быть у каждого рыболовок, где вы варите там пшенку, пировку себе для наживки. Берем мотыля. Опять-таки, это может быть живой. Живого у нас сложно найти в летнее время. И поэтому замороженный для черепах так же. Представляет он из себя, сейчас покажу, вот такую плитку шоколада. Это все замороженный мотыль. Сейчас я залью кипятка. Он сразу же растворяется. И у нас получается такой концентрированный кровяной раствор. Выглядит это очень непрезентабельно. Но эффект от этого просто бешеный. Опять-таки, это все продается у компании Миненко в готовом виде. Если у вас просто в населенном пункте этого нет, вы можете так попробовать. Или если вам жалко за пол-литра, там, 390 рублей, или 350, сколько у них там это стоит платить. У нас получилась вот такая вот бурда, которую мы сейчас перельем в бутылку. Так, сейчас мы его перельем в бутылку. Для этого только сначала добавим. Также для калорийности и питательности ложек 5 столовых сахара. Чтобы также это было более концентрировано. Я, наверное, не буду снимать, как я переливаю, чтобы если я тут что-то разлил, то я вытер. Итак, у нас получилось сколько здесь объема у этой тары? Наверное, пол-литра, может быть, 430. Вот такой вот темной смеси, в которой, видно, плавают червячки такие. Это у нас как раз получился мотыльный ликвид. По поводу физических свойств этого ликвида, он такой, концентрированный, он жидкий, хотя можно добавить крахмал, либо чего-то такого, чтобы он стал, может быть, загустительным, чтобы он был более, как миласа. По поводу, где хранить, желательно не на солнце, чтобы все-таки там органика, чтобы не было процесса брожения, и у вас просто не бахнула бутылка. Второй рецепт. Такая плитка мотыля 80 рублей, вода, сахар. Давайте оставимся, что 85 рублей, вот, цена мотыльному ликвиду. И последнее, по номеру, но не по значению, опарышный ликвид. Значит, что нам для этого нужно? Нам нужно опарыш. Сколько, решайте для себя сами, на вот такую бутылку, двух вот таких опарышевых шайб хватит. Нас интересует сам опарыш, опилки, в которых он хранится, нам не нужны. Можно, конечно, это все сделать по-человечески, пробить через сито, но мы этим заниматься не будем, это все у нас всплывет, и мы это все просто сцедим. Вытрахиваем вот это все, мусор убираем в сторону, и быстро, чтобы они не выползли, заливаем их кипятком. залили кипятком, все, они так же сварились, они у нас никуда не денутся, также добавляем сахар. Я что в мотыля, что в опарышу по 5 ложек сахара. Далее перемешиваем мы всю эту красоту, и начинаем переливать. Перелили мы и эту красоту, и получаем вот такую вот бутылку, в которой на дне у нас опарыш, в которой мы будем эту бутылку заливать как миласу или арому в наш прикорм, будет падать туда же эта опара, что это мы будем кидать это все в кормушке. И, как итог, берем чайник, чтобы он нам не мешал. Вот эти три добавки в прикорм примерная стоимость, оригинальный криль 1200 рублей за полкило, опарышевый ликвид 350 рублей пол-литра, мотыль столько же. Итоговая сумма за все вот это у нас вышла бы 2000 за оригинал. Я не спорю, что оригинал лучше, тем более команда Миненко. Но, для любительской ловли опять-таки канал для новичков по большей части пока что. Мотыль добавляет кровь в мясной след, в чем привлекает рыбу. Окунь, карась, все вот такие вот, которые любят кразах. Опарышевый привлекает плотву, леща, густерву, сорогу. Криль из гомаруса действует как эффективная добавка для любых рыб, которые любят пыль, которые любят запах вот такого, чего-то естественного. Это густера, сорога, уклейка и прочее. Надеюсь, ролик был полезен для вас. Обязательно пользуйтесь. С вами был канал Брим Тим. Много такой у нас информации и много роликов. Оставляйте обратную связь, всегда отвечаем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok